Помните, как Хабиров публично заявил о своем походе в народ? Он собирался встретиться с различными национальными объединениями, включая тех самых загадочных удмуртцев, которых он упомянул на оперативном совещании. Первый блин, как водится, получился комом. На встрече с активом всемирного Крултая Башкир случился скандал. Известный хореограф, народный артист Республики Башкортостан Рив Габитов неожиданно предложил Хабирову почтить память погибшего в баймакских событиях Даутова минуты молчания. И тут, как говорится, ради Фаридовича бомбануло. Наливаясь кровью лицом, Хабиров нахамил заслуженному человеку республики, а заодно и без зазрения совести оболгал покойного Даутова, приписав ему несуществующие обвинения в тяжких преступлениях. Собственно, Хабиров не прошел проверку. И теперь, наверное, очевидно для всех, что все эти заявления о протянутой руке сотрудничества и готовности работать даже с несогласными, всего лишь жалкая попытка снизить градус напряжения в регионе, при этом не делая никаких уступок и не вступая в реальный диалог с национальными объединениями. На той же встрече с башкирскими элитариями Хабиров концептуально заявил, что под его чутким руководством, цитирую, «проходит процесс самоочищения башкирской нации». Ну, понимая сущность действий Хабирова в отношении его же собственного этноса, страшно даже предположить, что станет результатом вот этой самой чистки башкирского народа. И кто, собственно, останется в сухом остатке у него после этой чистки? Буракаева, Шамиль Валеев, Зульфия Гайсина, Азад Барданов или, страшно предположить, Джефф Монсон? И это при том, что с другого конца процесса эта самая чистка идет полным ходом. Уже задержано 57 участников байманских событий, 39 из них грозит уголовный срок, один из них погиб, один искалечен. И практически все задержанные – это многодетные отцы и единственные кормильцы в семье. Сообщается также о трудностях с юридическим обеспечением процессов. Я говорю о том, что почему-то цены адвокатов на услуги подобным клиентам взлетели до небес, и в среднем адвокаты просят за защиту подзащитных от 500 тысяч рублей. Ну, вот такая вот рука дружбы у Хабирова, с которой все более отчетливо капает кровь. Главной датой прошедшей недели, ну, конечно же, помимо годовщины присоединения Крыма, стал юбилей любимого руководителя. 20 марта радио Хабирову исполнилось 60 лет. «Вопреки ожиданиям почтенной публики, в этот день не случилось ни авиационного парада, ни маломальского фестиваля на Советской площади. Все было скромно, тихо, если не сказать аскетично. Первую половину своего дня рождения ради Хабиров провел в парке «Патриот», предварив этот визит угрозой показать, что значит быть патриотом». Это была цитата. Вдоволь продемонстрировав школьникам свой вселенский патриотизм, Хабиров укрылся в кругу семьи и ближайших соратников, печально распевая отборный элитный самогон, к которому пристрастился в последние годы. Вопреки обыкновению, к 60-летию губернатора его не почтили из Кремля ни орденом, ни медалькой, ни даже потешной сабелькой или хотя бы телеграммой поздравления от Владимира Путина. Ради Хабирович так и не дождался этой телеграммы, и будя она существовать, наверное, нам бы об этом раструбили все башкирские СМИ. Но, увы, даже телеграммки не последовало. Стало известно, что в так называемом баймакском деле появились более жесткие обвинения. Теперь задержанным во время беспорядков в баймаке в январе вменяют вооруженное сопротивление силам правопорядка. А это уже не шуточная перспектива получить очень-очень длинные сроки. Следствие приравняло к оружию камни, палки и прутья, которые использовались в противостоянии с ОМОНом в баймаке. Учитывая тот факт, что в России даже пластиковый стаканчик, неосторожно брошенный в сторону росгвардейца, может быть расценен как серьезная угроза жизни и здоровью правоохранителя, перспектива вот такого переформатирования обвинения вполне себе жизненная. И тут уже не помогут слезные обращения жен этих самых задержанных к Владимиру Путину, особенно принимая во внимание то, что эти же самые жены совсем недавно за того же самого Владимира Путина и проголосовали. А еще в Уфе завершилась 13-летняя трагическая эпопея жилого комплекса «Серебряный ручей». Помнится, в начале нашего канала, много-много лет назад, мы уделяли очень много внимания этой истории, тут было много событий, всяких там демонстраций, митингов и так далее. И вот теперь приговором суда осуждены двое должностных лиц предприятий, входивших в холдинг застройщика Крона. Директор ООО «Базис» Альбина Булатова, она присела в колонию на 7 лет, а заместитель директора «Кроны» Ильнур Шафиков получил 7,5 лет колонии общего режима. Жертвами деятельности застройщика стали 830 обманутых дольщиков. На решение их проблем государство истратило более 1,7 миллиардов рублей. Впрочем, владелец холдинга Крона Рашид Багаудинов благополучно избежал наказания, прозорливо укрывшись в недружественной Германии. Ну, собственно, наверное, и его подчиненные вряд ли отсидят свои срока полностью, учитывая опыт Дмитрия Кумлева, застройщика Миловского парка, который отсидел только 2 года из 7 положенных. Так что, вот, миллиард 700 мы отдали из своего кармана, эти люди там немножко посидят в комфорте в СИЗО или в колонии и выйдут на свободу. А господин Багаудинов, конечно, из благополучной Германии калачом не заманишь на свою родину. Напоминаю о том, что на самом деле вы, наши зрители и подписчики, содержите наш канал, помогаете материально, и мы за это очень благодарны тем, кто это делает. Помочь нашему каналу можно единственным доступным способом, через расчетный счет, который мы публикуем вот прямо сейчас на экране, и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем канале. В минувший вторник, 9 апреля, по телевизору таки показали те самые консервы, то есть встречу Владимира Путина и Ради Хабирова, которая случилась на самом деле 2 апреля. Почему ее засекретили, зачем отложили на неделю публикацию, это уже вопрос 10-й, и, собственно, вероятнее всего, он относится к теории конспирации, которая практикуется в Кремле. Ну, наверное, никому не рассказывают, где, когда и в какое время встречается Путин, с кем, при каких обстоятельствах, ну, в общем, как говорится, путают следы. Это не суть важна. Важно то, что Путин выслушал вот этот беглый бред Хабирова, подержал в руках буклетики с рекламой Республики Башкортостан, которую ему всучил вот этот вот мерчендайзер, и, в общем, самое главное, что случилось на этой встрече, это то, что Путин одобрил планы Хабирова баллотироваться на второй срок в сентябре 2024 года на пост главы Республики Башкортостан. Это основное. Все то, что там говорил Хабиров, это, конечно, чушь полная. Характерно, что Путин, конечно же, оговорился, что, ну, Радий Фаритович, идите на выборы, ну, конечно же, будет решать народ. Ну, у нас, конечно же, всегда народ все решает. Он он взял и решил 17 марта на все там 91%. Ну и так далее. Путин отметил, что у Хабирова все получается, что у него грандиозные планы, ну, в общем, он ему очень нравится. Какова же реакция была в Республике? Ну, понятно, что изможденный хабировщенный народ стал рвать на голове волосы, причитать, рассуждать на тему, ну, как же так, мы ждали, мы надеялись и так далее, и так далее. Вопреки этому чиновники и всевозможные хабировские прихлебатели рвали не волосы, а баяны, предвкушая еще пять лет разграбления Республики без наказанности и всевозможных возможностей для них. Вот как-то так примерно разделилась наша Республика. Причем, чтобы понять, насколько адекватно и насколько безапелляционно оценивают жители Республики решение Владимира Путина, мы провели опрос в нашем телеграм-канале «Открытая политика», где задали вопрос, как вы относитесь к решению Путина поддержать планы Хабирова выдвигаться на второй срок в Республике Башкортостан. Честно говоря, меня результаты этого опроса удивили, потому что всякий раз, когда мы в телеграм-канале задаем вопрос, касающийся Путина, тут же набегают тролли, которые там забивают все своим голосованием и делают какой-то более-менее похожий на лояльность результат. В данном случае только 16% опрошенных поддержали Путина в решении выдвинуть Хабирова на второй срок. Ну и, соответственно, 84% голосовавших посчитали, что Путин в этот раз ошибся и не стоило ему Хабирова выдвигать на второй срок. Вот такой неожиданный результат. Ну, как бы там ни было, результат уже есть. Можно, конечно, еще раз поучаствовать в этом голосовании. Если вы вдруг подпишетесь на наш канал в телеграме, если вы не подписаны, то у вас появится такая возможность. И вообще подпишитесь, там интересно. Давайте теперь разберемся, так ли уж на самом деле ошибался Путин. Ну, безусловно, рассуждать на эту тему мы попробуем именно с точки зрения самого Владимира Путина. Во-первых, Хабиров абсолютно лоялен в отношении кремлевской власти и, значит, вышестоящего начальства, в отличие от Рахимова и даже Хамитова. Хабиров никогда не противоречит интересам Кремля. Не только интересам Кремля, но и личных друзей Владимира Путина. По первому требованию Хабиров отдает Соду Ротенбергам, машиностроение Чемизову, дорожное строительство ВТБ и Сбербанку. То есть тут даже ни о каком противодействии речи не идет. Очень удобный губернатор. Зачем его убирать? Хабиров — лидер в Российской Федерации по предоставлению живой силы для специальной военной операции. Ну и как следствие, Республика Башкортостан в лидерах по потерям. По официальным данным, за все время СВО в Башкирии погибло более 1800 жителей. Это только официальные данные. Для справки, например, в соседнем Татарстане, у которого сходное население и сходная география, этот показатель на 22% меньше. Еще раз подчеркну для тех, кто в танке. Это официальные данные. Уж каковы на самом деле эти данные, вы решайте сами. Умножайте эту цифру на то, насколько вы не доверяете официальным источникам. Но, кстати говоря, все эти потери Хабирова нисколько не смущают. Для него Башкиры — это строительный материал для его политической карьеры. В этом уже, пожалуй, никто и не сомневается. Дальше. Аргументы нашего воображаемого Путина. Хабиров и его команда исправно платят в центр. Именно платят. Возвращая в карманы московских кураторов и в так называемый бассейн до 40% получаемых из федерального бюджета сигнований. Ну, как можно такую золотую курицу резать? Ну и самое пикантное. За пять лет правления Хабирова в республике Башкортостан на него накоплено такое количество компромата, что сомневаться в его управляемости в будущем никак не приходится. То есть в любой момент ему можно показать краешек бумажки из какой-нибудь папки и, как говорится, любые проблемы будут решены. И вот теперь встает вопрос. Зачем Владимиру Путину менять на что-то неопределенное, настолько подходящего по всем параметрам Хабирова? Ну, лично я не вижу ни одной причины, по которой Путин не продлил бы Хабирову полномочия в республике Башкортостан. Так что, как бы это ни было печально для изнемогающих от Хабировщины, это абсолютно закономерный результат. Теперь давайте поговорим. Что у нас ждет дальше? Ну, хотя бы предположим. Изменится ли Хабиров на своем втором сроке? И что нам ждать от него до 2029 года? Ну, конечно, изменится. Даже такие не шибко острые умом люди, как Радий Фаритович, способны меняться под воздействием окружающей среды. А окружающая среда меняется стремительно. Второй срок губернаторов в России – это вообще всегда срок, посвященный, во-первых, сохранению награбленного и, как говорится, складированию этого награбленного в безопасных местах. Ну, и еще, во-вторых, это попытка хоть сколько-нибудь пристойно отпечататься в региональных исторических хрониках. Вот есть такое странное движение у губернаторов. Они хотят остаться в истории какими-то более-менее положительными персонажами. Это прослеживается практически на всех примерах. В случае с Хабировым уйдут в прошлое все такие вот непутевые, токсичные попутчики. Всякие там Ахмадинуровы, Бузыкаевы и прочие Монсены, они, конечно, потихонечку будут уходить. Нет, мы не увидим никаких громких отставок или разоблачений. Просто эти люди потихоньку, постепенно исчезнут из публичного пространства, потому что даже ради Хабиров понимают, что они, ну, как-то немножко портят его светлый облик. Существенно будут урезаны аппетиты ключевых соратников Хабирова на втором сроке. Ну, это абсолютно прагматичное решение, потому что все больше и больше придется откатывать Москве и силовикам, чтобы обеспечивать свою неприкосновенность и безопасность награбленного. Все чаще ради Фаритовича будет представать перед нами в каком-то очень благостном и добродушном виде, в виде какого-то доброго самаритянина. Он будет кормить бездомных, он будет натягивать струны уличным музыкантам, будет раздавать квартиры новобрачным. Ну, вот все это будет делаться для того, чтобы где-то там в каком-то подсознании он остался каким-то, значит, таким вот добрым, придобрым правителем. А теперь наложите всю вот эту перспективу на неминуемый жесточайший кризис, который покроет всю Россию в ближайшие пять лет. Что мы получаем на выходе? Мы получаем неподвижное, булькающее, голодное болото до 2029 года. И это как минимум до 2029 года. Ну, что же делать, спросите вы или вы запите, как говорится, в пустыне. И вот тут единого универсального ответа я, честно говоря, не нахожу. Ну, начнем с того, что надежда, как обычно, умирает после веры и любы. То есть можно попробовать дать какой-то хотя бы очищающий совесть отпор Хабирову на выборах в сентябре 2024 года. Ну, сами понимаете, это действительно может случиться только для очистки совести, чтобы самому себе потом сказать, нет, я не голосовал за Хабирова. В остальном у всех свой путь. Ну, путь, выбор, судьба, называйте это как хотите. Можно припасть к тощей груди власти в поисках свободного соска. Можно уехать, куда глаза глядят, куда бы они ни глядели, чтобы не видеть, по крайней мере, все вот эти безобразия. А можно уйти в себя, что, собственно, свойственно жителям России в самые темные времена, когда власти уже серые, но за спиной у них отчетливо маячат черные. Так или иначе, благословение Хабирова на второй срок Путином основательно подрывает наивную веру многих жителей республики Башкортостан в то, что где-то там, в далекой Москве, за зубцами, сидит добрый, мудрый царь, который спасет, который придет на помощь в самый отчаянный момент и уймет этого ужасного Хабирова. Нет, больше на это все рассчитывать точно не стоит. Ну, можете еще какое-то время писать наивные письма Путина «Ой, спасите, помогите, смотрите, хулиганы зрения лишают». На самом деле это, конечно, не поможет. Так что тут произошел такой сингулярный переход в том смысле, что больше действительно на Путина, как на спасителя от местных баев и царьков надежды в республике Башкортостан точно нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова